Привет, дорогие друзья! Ну что, Верховная Рада уже работает по-другому, уже иначе, как говорится. Вы помните, как при Порубье переголосовывались там всякие законопроекты? О, бачу-бачу, вышел в зал, там по 34 раза переголосовали, я видео делал, помните где? И давайте еще раз, еще раз, еще раз, это был трэш, настоящий трэш возвращается. И теперь сразу же, моментально, отставка Разумкова, и им надо выбрать нового спикера. Надо голосовать за то, чтобы его выбирать. Проголосовали, голосов не хватило. А давайте еще раз проголосуем. О, вижу-вижу, кто-то возвращается. И все, и хватило голосов. Вот новая Верховная Рада, вот средоточение всего. Вот это вот сразу же сегодня. Скажем и нагадаемо цему имениннику, Володимиру Путину, на весь свит, украинскую народную песню. До речи, с Харкова. Давайте ему и нагадаемо, и скажемо. Путин. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот так и будем працювати. До вас еще будут вопросы, Олексей Олексеевич, вертайтесь назад. И довольные. О, вот так и будем працювати. Ой, какие довольные. Класс. Все. Ну, а теперь я вам хочу показать, кто вообще рулит. Не только отставкой, да? Но вот кто рулит вообще. Кто вокруг Зеленского? Кто дает ему советы? Вот Патураев, это же его главный шаман. Когда вы говорите, что мы учманили, то так, возможно, настолько, что приняли реформу земли. Ого! Вы говорите, что мы с ума сошли, обалдели, а мы приняли реформу земли. Дальше он говорит, подтверждает, что все, что они принимали, это хорошо, потому что это одобряют западные партнеры. И эти все законы получили наибольшие схвальные отзывы от западных партнеров. Так же, как и новая редакция закону про НАБУ, которую мы скоро будем принимать. Вот, как мы, учманили. А я вот не могу понять. А в таком случае, ну, на выборы они бы ходили просто к западным партнерам? Будь западные партнеры за них голосуют, да? Нет. За них должны голосовать те, кого они нагибают, унижают. Будем новый закон про СБУ принимать, который ждали наши партнеры, все цивилизованные страны, годами от нас. Вот. Наши партнеры ждали от нас СБУ. Мы не реформируем СБУ, чтобы СБУ перестали пытать, похищать граждан Украины. А потому что западные партнеры попросили. Ты залишишься в истории страны, как спикер, парламент Украины, безусловно. Про тебя будут вспомнить. Я уверен, что... Я еще живой, не дочекаетесь. Нет. Дивись. На самом деле, он уже, как вроде, не кролох ему пишет. Про тебя будут вспоминать. Будут вспоминать про тебя. Хорошо, табличку повесят. Но это еще не... Это еще не... Мы подождите. СБУ, это тот разумков, который чемусь... И у меня до вас было это вопрос. Який чемусь не поддерживал решения РНБО по закрытию каналов. О! Вот сидит комсомольское собрание здесь и решают, почему Разумков хреновый. Потому что он не поддержал санкции по закрытию каналов. А кто это такой-то сидит? А это депутат от Слуг народа. А знаете, почему он обращается к этому народному депутату, Слуг народа, и говорит, что в дискуссию мы сейчас уйдем, и вам будет неудобно? Знаете, почему? Я бы не поднимал это вопрос. Очень раджу. Это же мое впечатление. А вы сейчас про впечатление, я по фракте. Поэтому лучше не заглибливаться. Будет плохо. Плохо будет, потому что тот начал рассуждать. Ну, какой-то Разумков тогда был один, сейчас другой. Это Александр Ковальчук из Ровно. Это быдло одним из первых высказалось про меня. Я тогда просто прозрел. Когда мы помогли Зеленскому, да, помогали, все, Зеленский. А потом этот быдлюк поворачивается такой и говорит, а, это вот эти вот там, да их там закрыть. И начал оскорблять. И я тогда еще подумал, что с вами не так думал. Почему Разумков говорит, что этому будет неудобно? А он просто от БПП шел. И я по всем санкциям, там, где есть граждане Украины, утримаюсь або голосую против. Потому что это неправильно. Не можно подменивать РНБО судами. Он постоянно это говорил, а их это постоянно раздражало. Почему ты не голосуешь против Шария? Ты что, любишь Шария? Я не понял. Ну, и Патураев рассказывает, что закон, что дышло, в принципе. Ну, никакой закон не выкарбованный на камень. Законы для людей пишутся. Поэтому мы можем их менять или, ну, ссать на них. Он мог бы сказать прям в эфире, а в принципе, после всех их определений, выражений, которые они регулярно используют, это было бы очень даже органично. Видите как, закон, он же не на камне же, правильно, а на бумаге. Чик-чик и выкинул. Значит, закон про регламент, это же не святое письмо. Захочешь, отступил. А захочешь, слушаешь, захочешь, не слушаешь. Не святое письмо какое-то. Что хочешь, то и делай с ним. Это же закон всего-навсего. Они просто, они просто оторвались, как будто у них впереди еще 20 лет у власти. Вот это я не понимаю. Я понимаю, что Зеленский похимичит с выборами. Конечно, они будут химичить с выборами, будут рассказывать, вот у нас теперь электронное голосование на свой сервер и так далее. Но уверенности-то ведь в этом нет. Вот тут Яценюк им говорит по поводу их депутата, который бухой въехал в машину. Так само факт, что их депутат робит ДТП. В этом ДТП постраждало 6 людей. И что толку с того, что сняли депутатского недоторкания? А ему Патураев и говорит. Говорит, подозрения предъявлены. Вы что? Не несет никакой ответственности. Так дочекаете с конца следствия. И все хорошо. Так а вы суд у нас, Арсений Петрович. Теперь, Питрич, подозрение предписано сегодня. Они принимают наступный. Они принимают закон. Слышите, Патураев кричит. Подозрения сегодня подписаны. Я думаю, нифига себе, как это я пропустил. Подозрения Трухина уже подписаны. Я вам перелечил в то, что приняли мы, что никто до нас не мог принять. Что подняло рейтинг Украины в всем мире. Рейтинг Украины поднялся во всем мире. Это из-за чего? Закона о земле, наверное. О, да. Зашкаливает теперь. Для нас непопулярно. Генпрокурор подписал подозрение Трухину. Я такой еще думаю, как это другану Зеленского по квоте от олигарха могут выписать подозрение. У нас же не то государство, что такое происходило. Высматриваюсь в фотографии Трухина с Зеленским и думаю, ну может быть что-то действительно изменилось, а? Что-то ведь на самом деле, наверное, уже по-другому. Может быть я не прав, если уже другану Зеленского подозрение выписали. Следство было. Педозра подписана. Арсений Петрович. Ну, треба же якось за медиа следковать. Да? Надо как-то следить за медиа. Говорит шаман Зеленского, который в медиа понимает все, который дает советы космического масштаба Зеленскому. Я такой думаю, а что же он имеет в виду? Что же он... Начинаю искать, искать. А-а-а, да вот ты куда. Подозрение Труханову. Генеральный прокурор выписал подозрение Труханову. Значит, вы про ковидные гроши. Давайте пояснимо глядачам, Микета, вы зараз говорите про Трухина. Ну, просто глядача, может быть, не кожану. Вы же мали справу с... Да. Ведущий, как вы видите, Василий, он тоже немножко не понимает. Корненко при этом полез в телефон, в интернет, искать, по всей видимости, подозрения Трухину. МВФ, с Сима. Вы же знаете, что ковидные... Вы же знаете, что ковидные фонды створивались вовремя. У всех краинах, как для борьбы с самою пандемией, так и для поддержки экономики. На заднем фоне обсуждают уже, что он, по всей видимости, очень интересно перепутал. Рассказав о том, что Трухину выписано подозрение. Еще и сказал Яценюку, следи за медиа. При этом этого несет. И он рассказывает, что в других странах для борьбы с пандемией тоже вот начинали строить дороги. Ага, да, 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 везде так, да. И то, что мы сбудували 10 тысяч километров дорог, уже майже. До конца года, возможно, будет 10 тысяч. Так, да, оппоненты могут рассказать про великое кредевство. Только одна проблема. Вы знаете, как премьер-министр, что 10 тысяч, это уже когда люди видят в каждом селе. В каждом селе уже видят новые дороги. И если смотрите меня из села, напишите, у вас в селе уже вы видите новые дороги? Это благодаря большому строительству. Ага, от президента. Ну, за ваши, правда, бабки. И 10 тысяч километров? Вы рассказываете далее. Это у вас сжирает рейтинг. А нам додает. Нам додает рейтинг. Подивиться на социологию. Понятно, посмотри на социологию. 10 тысяч километров нам дают рейтинг. Мы берем деньги, которые выделялись на ковид, построили дорог, поставили дебила, который сказал, это будивництво от меня, да, хриплого. После этого говорим, это нам дает рейтинг. За ваши бабки мы строим какие-то дороги, воруем на этом 40% и получаем рейтинг. А вы все лохи. Нам додает рейтинг. Подивиться на социологию. И мы за рахунок великого будивництва врятовали украинскую экономику от провала. За счет великого будивництва спасли экономику от провала. Посмотрите социологию. Я же говорю, они живут в своем мире. Ну так а что там с Трухиным, я так и не понял. Начните, тут и я запутался, как бы мне коллеги по студии зараз не допомагали. Пане Микита, Арсений Петрович говорил про депутата и участь в ДТП. Мова йшла про Трухина. А этот про кого сказал? Про Труханова. Ну оно же звучит почти одинаково. Трухин, Труханов. Этот конченый перепутал Труханова с депутатом из своей собственной партии. Они даже, что у него в голове? Венедиктова подписала сегодня что? Я у нас, как я побачил. Труханов, это мэр Одессы, не плутаешь. Она подписала Труханова. Один ваш депутат и инщина. Трошки не то. Он реально думал, что Труханов это депутат. Их депутат. Серьезно, Труханов. Ему же выписано подозрение, что нашему депутату. А что, это не то? Это не одно и то же. У него Труха в голове. Реальная Труха. Если так постукать, может когда-нибудь кому-то все-таки удастся хорошо постукать. Оттуда, я думаю, полетит Труха натуральная. И вот это главный шаман Зеленского. Так кто такой Зеленский, по-вашему? И куда они ведут эту страну?